Девочки, танцоры, кого будем гнать? Сегодня же мужское! Точно, у Димки иммунитет предоставила. Да, потому что он вчера позвонил, райискать не отказался. Может проверим, а вдруг иммунитета нет? Может нету, действительно. Кто узнает-то? А кто еще? Кто у нас президенты? Кто одиночки? Леша, ну Леша. Леша целовался вчера, Леша целовался вчера и обнимался. А, Денис. А, Денис у нас еще. Денис совсем одиночка. У него даже никаких сил. Но Саша говорит, рука не поднимется у нее. Я не смогу голосовать против Дениса. Я тоже не смогу. Нет, это ерунда какая-то. Денис, да. Мне как-то абсолютно ровно Денис. Я за это время с ним особо не общалась. Что он есть, что его нет. Кто-то поднимал кандидатуру Семена Фролова вчера. Я поднимала кандидатуру Семенов. Ну, смотри. Ну, в паре. Ну, понятно, параниммунитет. Смотрите, у меня на самом деле Венцеслав, у меня Семен. Мне жалко Венчика. Я не смогу против него. Я у меня против Венцеслав. Ну, понятно, ты не сможешь. Но для меня лично Венцеслав это все-таки кандидат. Вот на самом деле. Что не везет ему. Жалко против Семена. Куда и гнать, Саша. Ну, хорошо. Давай все-таки вот так вот. За чистоту. Венц построил этот отношение здесь? Ну, он до брака за спиной у него здесь. Ну, все. Он у них... Понимаете, что Венц устал от того... Устал от участия здесь во всех этих историях наших. В ситуациях. Он не хочет ничего обсуждать. Ему ничего не интересно. Может быть, я опять поднимаю зря какую-то бучу. Но сегодня Денис Козловский, он танцует. И не знаю, там... Он симпатичный. К нему идут девочки хотя бы. Ну, что у нас с Венц? От него бегут, как от прокаженного. Я хочу первый круг против Венцеслава, например. У меня прям вообще сердце кровью обернуется. Да, я понимаю. Венца. Я венчик очень... Кровинушку мою. Я понимаю. Нашу, да. Хорошо, объективно. Понимаешь, Саша? Венцеслав мне такой просто близкий. Понимаешь, какой он близкий. Он близкий как бы нашей семье. Вот Димка, Оля. Вот тут на острове все были. Он на острове, просто да. Мы его раскрыли с другой стороны. Я когда прилетела на остров, Негочь, вы не представляете, какой Венцеслав умный. Он общительный, начитанный. Да, я еще в голову это не взяла. Потом, как он, какие книги читать. Я не пойму, что сейчас не стало. Он знаешь, у него проблема какая? Какая-то у него, например, денежная или еще какая-то ситуация за периметром, он загоняется на стока, все, и выпадает. Какая у него ситуация за периметром, когда у него только здесь жизнь, по-моему, больше нет. Нет, денежная, в каких-то там долгах, что-то куда-то переплавляет. Венцеслава я вижу на острове, он там реально раскрывается, он общается с Сашей. Он действительно присутствует. Ну, он говорит, я хочу с девочкой полететь на острове. А помнишь, когда он тут так молчает, я говорю? Помнишь, мы тут посидели? Дело за малым, найти девушку, которая полетит не на острове. Да, и отправить его на острове, да. Только чтоб не было, что она воспользуется Венцеславом, понимаете? Ну, а таких 99 процентов. Девчонки, чай, кофе. Я нет, я буду. Даже его вторая жена была такой. Вы знаете, что самое интересное? Если взять вот кандидата, для меня сейчас кандидата, это Венц, Козловский, Козлевич, Козлович, Козлович и Семен. Если брать о троих, то, в принципе, что Леша, ой, что Семен, Леша, что Леша? Хороший парень, ну просто хороший. Что Денис? Его не слышно, не видно. Вот смотри, даже взять, например, Дениса, тоже я с ним общаюсь. Но пришли два новых парня, сразу Машу Ахомутали, Лену Ахомутали, строят отношения. А Денис, у него танцы, печальный мячикороль. Дениса осторожная очень. Ну что, с бомбриками?